Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мое видео. В комментариях часто задают вопрос, что будет если в системе залить антифриз разбавленный с водой и как ее лучше разбавить. На самом деле ничего страшного не произойдет, вы просто разбавите антифриз и тем самым понизите ее характеристики, температуру замерзания и закипения, но увеличится ее общий объем. К слову, концентрирование жидкости изначально производится для последующего разбавления дистиллированной водой в нужных пропорциях. Когда вы покупаете антифриз, должны обратить внимание на этикетку. Там с большой вероятностью будет танец в виде таблицы или графика, в каком пропорции можно разбавить антифриз с дистиллированной водой и при этом какой будет порог температуры замерзания и закипения. Вот для примера таблица. И эта таблица для антифризов разных фирм разные. Если вы живете в слишком холодные края, тогда вообще не стоит разбавлять антифриз. Я, например, живу в западном Грузии в субтропическом климате и температура ниже минус 5 градусов никогда у нас не отпускается. Но я всегда антифриз заливаю в двигатели без разбавки. Так спать по ночам поспокойнее. Разбавлять концентрат антифриза необходимо в пропорциях, приведенных в таблице. Если налить слишком много воды, охлаждающая жидкость потеряет свойства противостояния низким температурам. Ну и, конечно, в конце видео советы и рекомендации. Необходимо учитывать, в какой климатической зоне эксплуатируется автомобиль и какая самая низкая температура может быть по ночам. Разбавлять концентрат антифриза следует только чистой дистиллированной водой. Периодически нужно проверять плотность антифриза в системе. Терзайте, друзья, но обратите внимание на изначальные показатели вашей жидкости. Спасибо всем за внимание и просьба подписаться на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Пишите в комментариях, где вы живете и с какой пропорцией вы разбавляете антифриз. Продолжение следует... Продолжение следует...